Глава 4 Линейные уравнения и системы с постоянными коэффициентами Это тот объект, который не просто можно обсуждать А который можно решить Итак, рассматриваем линейную систему Сначала такую А уже на Х Где Х из РН Ну а Т пробегает всю ось Это линейная система, однородная И первое, что нам нужно сделать Это просто решить ее Этим мы и займемся некоторое время Значит, как она решается Для того, чтобы решить Нужно ввести еще одно понятие Экспоненты от матрицы Экспоненты определения Экспоненты от матрицы Е в степени А Что это такое? От матрицы или оператора Все зависит от того, выбрана ВРН Выбран базис ВРН или нет Но я на всякий случай напишу Что А Это объект такой Оператор линейный Действующий из РН В себя Ну или даже СН В себя Тоже возможно То есть в зависимости от контекста Мы будем понимать этот оператор Как оператор, действующий из РН В РН А можно и как из комплексного Н-мерного пространства В себя Вот Ну потому что вы понимаете Что для того, чтобы изучить этот оператор Придется его приводить Соответствующую матрицу К жордановой форме А это уже выход в комплексное пространство Поэтому вот На всякий случай Предположим себе Вернее Разрешим себе иногда использовать и СН Итак Что такое Е в степени А? Причем не важно Какое А здесь рассматривается В РН или в СН Это вот что такое Это такой ряд Единичный оператор И плюс А Плюс А квадрат пополам И так далее Вот Ну общий член Можно даже написать Равно вот так Сумма Такого Таких слагаемых Вот я его обозначу Эпсилон На самом деле Эпсилон Вот у нас по-русски пишется вот так Точнее не по-русски А гречески, конечно Но вот в России пишется так А в Америке вот так пишется Эпсилон Вот А это у них называется Что это вариация буквы Эпсилон Вот Вот это основная Это вариация Как между прочим И буква Каппа У нас Каппа вот так пишется А у них пишется вот так Каппа Потому что А чем она от буквы К отличается? А К у них по-другому же пишется Вот так Поэтому это Каппа А это К Понимаете, да? Вот Поэтому немножко у нас Вот каллиграфия, так сказать Отличается Поэтому это Эпсилон Но чтобы отличать от нашей нормальной Эпсилон Я буду называть это Евро Тем более лишний раз вспомним Да Про валюту Так Значит получается Евро Катая От А Вот Где К меняется от нуля До бесконечности Вот Значит А Евро Катая Это вот что такое От А Это есть А в степени К Делить на К факториал Вот Ну понятно, что Определение этой экспоненты Устроено в точности В соответствии с тем Как экспоненты от числа определяются Ее можно определить с помощью ряда А можно там с помощью свойств Как функцию экспонента от А Применяющимся вот этим числе А Вот Ну вот Если с помощью ряда Ну это эквивалентное определение Вот с помощью ряда То для числа будет ровно то же самое Вот Конечно возникают всякие вопросы А что вот это такое Вообще получится Ведь сумма ряда Не обязательно существует Ряд может расходиться Во-первых Во-вторых Есть Ну понятно, что если он сходится Этот ряд То сходится конечно Вот в этом пространстве Оно замкнуто Вот И значит Если оно даже Если ряд просто ряд Каши Так сказать То То тогда он обязательно сойдется Причем сойдется именно к оператору То есть осталось только объяснять Почему он сходится Вот Итак Грубо говоря Это тоже оператор Вот Теперь Какие свойства Вот Этого оператора Вот давайте вспомним Случай, когда Н равно единице Тогда это просто число Да И тогда можно Например Такое свойство сказать Что если мы возьмем ряд Такой Е в степени А Так Умножить на Е в степени Б А и Б Это уже числа Да То получится Е в степени А плюс Б Так Это мы знаем Но ведь это вот ряд Да Сумма Еврокатых От А А этот ряд Сумма Еврокатых От Б Это тоже ряд Это сумма Еврокатых Опять же От А плюс Б Вот И тогда мы получаем Следующее Следующее свойство Рядов прям Что вот этот ряд Умножить на этот ряд Равно вот этот ряд Вот Причем что такое Произведение рядов Ну вообще так говоря Нехорошо Перемножать ряды Как бы не зная Как там Переставлять слагаемые Можно Да Вот Как бы Манипулируя Вот этими слагаемыми После перемножения Вот этих Значит Попарные произведения Брать надо Манипулируя этим Попарным произведением Можно дойти до того Что получится ряд Вот этот Ну вопрос А можно ли манипулировать Помните как Значит Что от перестановки Мест слагаемых Сумма не меняется Помните такое выражение В детстве вас учили Так вот это только В абсолютно сходящемся ряду Как выясняется На первом курсе Мехмата Не просто сумма не меняется А только в абсолютно Сходящемся ряду Вот Поэтому надо Вот обосновывать Почему От того что мы Тут попереставляем Получим этот ряд Будет равенство Для чисел Это уже обосновано Просто потому что Один ряд Это вот это Другой ряд Вот это А третий ряд Вот это А вот это Нам известно Поэтому равенство Вот таких Вот такого Вот произведения Рядов Вот такому Оно обосновано Да Но А вот для матриц уже нет Не знаем Что делать Вот пока Потом поговорим на эту тему Еще что можно сказать Еще можно сказать Что Можно дифференцировать Дифференцировать Такой ряд Е в степени Е в степени Ат Если взять Написать ряд Вот для этой Для этой Производной И потом его Продифференцировать Вот То получится Какой ряд А на е в степени Ат Это мы откуда-то знаем Это в терминах рядов Мы получим следующее Был ряд такой Е в степени Значит евро Кат От Ат Так Мы его дифференцируем Вот Причем Возможно Это можно делать Даже и прям почленно Дифференцировать Почленный ряд Вот Для чисел Это верно Вот Получим ряд А умножить на е На Сумма От ряда Такого Евро Кат От Ат Снова Видите что получается То есть Вот это последнее равенство Это вот так вот С помощью Вот такой цепочечки Получается То есть мы Получаем так Вот есть естественные свойства Этих рядов В случае когда Вот А большое Это всего лишь число То есть Когда Значит Нам все известно Про них Вот Ну Про матрицы Менее известно И кто знает Может что-то не сойдется Там Не срастется Поэтому нужно Что-то Здесь использовать Какие-то еще Мысли дополнительные Еще что вы должны знать Как В комплексном Комплексное число Возводить В экспонент Убрать От комплексного числа Е в степени Альфа плюс И бета Тоже знаете как Да Значит По формуле Эйлера Е в степени Альфа Альфа и бета Это у нас Действительно Уже числа Я это по умолчанию И берем в виду Вот Умножить на Косинус бета Плюс и Синус бета Это формула Эйлера Она вам известна Ну вот Мы тоже ее будем использовать Есть вариации Некоторые Для этой формулы Например Такие Из нее же Можно вывести Такую формулу Что косинус бета Равен Е в степени Альфа и Плюс Е в степени Минус альфа и И пополам Да Это вы знаете Да И аналогично Для синуса Это одна из разновидностей Формулы Эйлера По существу Это эквивалентные Все три формулы Значит вот Синус бета Тоже равен Аналогичному выражению Ну вот здесь вот Надо минус А здесь на 2 И поделить Это вы знаете Все эти три формулы Они приписываются Эйлеру Просто потому что Значит Восходят конечно Вот к этой формуле Основной Которую действительно Придумал Эйлер Вот Теперь что дальше Что мы должны Еще знать Да собственно Вот теперь Мы можем перейти К тому Чтобы обосновать Вот Аналогичные равенства Для Для Не совсем так Вот Обосновать Вот аналогичные Вот этому равенства Для Матричной Вот это Или Операторные экспоненты Итак Лемма Лемма Вот Е в степени АТ Такая функция Значит Это есть Вот такой ряд Ряд для нее Давайте я напишу Не так Не так Давайте так Значит ряд Для Значит экспоненты Вот этот вот ряд Можно дифференцировать Почленно Вот Почленно Что Если у вас Т Нет Сейчас Вот так Е в степени А Экспонент Евро Катая От А Рассматривается Да Вот такие Такой Такой ряд Вот И он А пробегает Какое-то множество Ограниченное множество Ограниченное В Вот пространстве Операторов РН Или ЦН Все равно Вот Но я написал РН Для определенности Так вот Значит смотрите М Ограниченное множество Вот Любое Какое-то Ограниченное множество Но понятно Что вот в этом Конечномерном пространстве Можно Завести Норму И вот По этой норме Значит Будет Это множество Ограничено Причем все равно Какую норму Помните Мы говорили с вами Что все нормы В РН В конечномерном пространстве Эквивалентны И поэтому Какую норму Не заведи Ограниченность В одной норме Будет означать Ограниченности В другой норме Понятно То есть Все равно Пока в какую Вот Так вот Вот этот ряд Сходится Во-первых Абсолютно Абсолютно И во-вторых Равномерно Равномерно По Вот этому множеству Вот Равномерно По Значит Вот Что утверждает Второй пункт Нашей лембы Он утверждает Следующее Что вот Ряд для экспоненты Устроен Очень хорошо То есть Во-первых Во-первых Он сходится Абсолютно Что такое Абсолютная сходимость Знаете Да То есть Из модулей Или из норм Будет ряд сходиться Вот Во-вторых Сама сходимость Еще Если у нас А Одна точка Или даже Любое ограниченное Множество Сама сходимость Это будет Равномерная По этому Элементу А По аргументу А Равномерная Вот Но я не буду Уточнять Что это значит Вот И Сейчас давайте К доказательству Приступим Во-первых Смотрите Один Это следует Из два Вот смотрите Как это следует Для того Чтобы вот этот ряд Продифференцировать Что нужно сделать Нужно взять Т Какую-то точку Возьмем ее окрестность Какую-то Если взять Окрестность Этой точки То множество Всех АТ Значит В окрестности Этой точки В небольшой Будет ограниченным Множеством Правильно Понятно Да Но если А возьмем А И умножить На Т Где Т Пробегает Множество Такое Скажем Отрезок От Т0 Минус Эпсилон До Т0 Плюс Эпсилон Вот такой отрезок Понятно Что А Это конкретная Матрица Конкретный оператор Т пробегает Ограниченное множество Значит Множество Вот этих произведений Будет ограничено И тогда Поэтому Будет применим Пункт 2 То есть Множество М Это вот Множество Таких АТ Где Т Пробегает Отрезок Для дифференцирования В точке Т0 Этого достаточно Вот А тогда Смотрите Дифференцирование По Т Абсолютно Сходящегося Ряда Значит И равномерно По параметру Вот по параметру Вот этому Т Получается Равномерно То есть Происходит Почему Потому что После Почленного Дифференцирования Тот ряд Который Получится Вот видите Он сходится Равномерно По Т Видите Да Вот Это признак Того Что можно Дифференцировать Этот ряд Почленный И получится Результат Тот Который Нужно То есть Вот это Равенство Один Оно Вытекает Из свойства Два Вот Ну а теперь Свойства Два Значит Для свойства Два Нужно Вот что Сделать Нужно Во-первых Фиксировать Какую-то Норму ВРН В Пространстве Операторов Значит Конкретно Сейчас я скажу Какую Надо фиксировать И почему Именно И ее Но сначала Почему Можно фиксировать Любую норму Ну потому что Факт Значит Ограниченности Мы уже заметили Не зависит От нормы Правильно В этом пространстве Дальше Абсолютность Этого ряда Абсолютная И восходимость Она тоже Не зависит От нормы Потому что Опять же Все нормы Эквивалентны И равномерность По этому А Тоже не будет Зависеть От нормы То есть Какую бы норму Не выбрали Сама формулировка Этого свойства Два Инвариантна Относительно Этого выбора Поэтому Выберем ту Которая нам нравится А вот нам нравится Такая Норма А Операторная Помните Что это такое Это Есть Супремум Ну скажем Модуль Ах Это значит Модуль этого вектора При всех Модулях Х равен Еднице То есть На единичной сфере Наибольшее растяжение Вектора Х Под действием А Под действием Оператора А Наибольшее растяжение Коэффициент растяжения Вот это и есть Операторная норма Мы с вами Ее проходили Я просто еще раз напомнил Вот Чем она замечательна А тем Что она Полумультипликативна То есть Если взять Произведение А на Б Вот То получится Меньше равно Чем неравенство Правда Ну и хоть Такое В одну сторону И тоже ничего Нас это устроит Вот Произведение норм Вот Полумультипликативность Совсем Мультипликативность Значало бы Что здесь равенство Но тут Хотя бы неравенство А тогда Вот смотрите У нас здесь возникают А в степени К И тогда можно заметить Что норма А в степени К Получается Меньше равна Чем норма А в степени К Правильно? Вот Просто из этого Из этой полумультипликативности Вот Зачем это нам нужно? А вот зачем Чтобы наш ряд этот Ограничивать Смотрим Смотрим Из чего У нас ряд составлен Он составлен Из таких вот Слагаемых То есть Мы берем Акты Делить на К факториал Вот И берем их По норме Вот Значит Учитывая Что у нас М Ограниченное множество Когда А пробегает Вот этот М Значит То Все операторы А Будут иметь Все операторы А Будут иметь Значит Некоторые Оценку сверху Давать Ну каким-то числом А маленькое Которое меньше бесконечности Именно числом Вот Почему Откуда взялось Это число Это еще супремум Всех вот Таких норм Когда А пробегает Вот это Ограниченное множество Я это не написал Но вот это число Есть Именно из-за того Что вот М ограничено Оно порождает Нам вот эту оценку Хорошо Ну а тогда Используя Вот эту Полумультипликативность Мы получаем Что это есть Меньше равно Чем норма То есть Чем норма Чем акад А в степени К Делить на К факториал Вот А вот ряд Из этих вот Слагаемых Сходится Сходится Абсолютно Конечно Но это Из положительных числа Поэтому сходится И он Мажорирует Вот этот ряд Видите Исходный Отсюда По теореме Верюстрасса Вот Отсюда По теореме Верюстрасса Получаем Ровно то Что нам Требовалось А именно То что Исходный ряд Сходится Абсолютно Видите Нормы взяли От каждого члена От каждого члена И он все равно Сходится Вот Дальше Что равномерно Сходится Ну просто потому Что все Слагаемые Оценены Неким одним Рядом Который Сходится Вот и все Значит получается Что все доказано Значит итак Мы сейчас Только что Доказали Следующая Что для рядов Вот для экспонента Вот определенный Как ряд Будет тоже верно Вот это свойство Во-первых Тоже верно Это свойство Во-вторых Ну заодно Заметили Что ряд Действительно Сходится Что нам Хотелось бы А то Что-то мы Определили Не поймешь Чего Не поймешь Чего А конкретно Определить То что надо Сходится И даже Абсолютно И все Замечательно Значит Теперь Теперь Давайте Связь Такие все Укажем Ябл Какова Связь Между Вот этой Системой И вот Этой Экспонент А связь Такая Теорема Теорема Так Звучит Что Е В степени А Это Есть Это Есть Оператор Каши Х Этой Системы От нуля До единицы Я написал 1 0 А на самом деле От нуля До единицы Помните Первый момент 0 А это Единица Значит Я напомню Что это Такое Я напишу Оператор Каши Каши Системы Системы Значит Это Оператор Сдвига Оператор Сдвига Вдоль Решения Вот Этой Системы Из момента 0 В момент 1 То есть Каждое Значит На каждый Вектор Этот оператор Действует Так Мы Из этого Вектора Выпускаем Начальный Момент Решения И смотрим Какое Значение Оно Принимает В момент Единицы Так Так вот Оператор Каши Вот Этой Системы Вот Такой От 0 До Единицы Это И Есть Е В степени А Доказательства Хочется Сказать Очевидно Ну Давайте Все Поясним Почему Очевидно Первое Первое Смотрите Если Мы Вот что Докажем Что Е В степени А Т Это Есть Оператор Каши От 0 До Т Вот А тогда Уже При Т Равной Единице Получим То Что Нужно Это При Любом Т Вот Смотрите Как Это Доказать Первое Заметим Что Е В степени А Умножить На 0 Равно Единичному Оператору Видите Единичный Оператор Почему Давайте Посмотрим Подставим Здесь вместо Т 0 Прямо В ряд Подставим Здесь будет Ставить АТ Здесь будет И Здесь АТ Здесь АТ В квадрате Там И так далее АТ В кубе Ясно Что все Члены Кроме Первого Кроме Нулевого Внуляться Просто Это будет Чисто И Итак Свойство Такое Что Когда Т равно Нулю То Это И Второе Свойство Что Е В степени АТ С точкой Равно А На Е В степени АТ Вот Этот Вон Там Смотри Лему Мы Доказали А теперь Смотрите Из этих Двух Свойств Как раз И следует То Что мы Написали Почему Была У нас Такая Как бы Такое Утверждение Я даже Не помню Сейчас Теорема Это была Это Лема По Карт Теорема О том Что Вот этой Задачи Задачи Такой Что Ищется Оператор Который В начальный Момент Равен Нулю А И По Какому-то Аргументу Он будет Удовлетворять Самой Вот этой Системе Смотрите Если Если Вместо 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 Х Подставлю Е В степени А Т Получится Выполнена Вот эта Линейная Система То Это Оператор И есть Оператор Каши Семейство Операторов Каши Как функция От Вот этого Аргумента Т Который Здесь стоит То есть От Конечного Аргумента Вот Такая Теорема Была Вот Применяя Ее Мы Получаем Что Вот этот Самый Е в степени А Т Подходит В эту Задачу И значит Это и есть Оператор Каши Вот Ну и тем Самым Теорема Доказана Если честно То можно Даже Вот это Равенство Вот это Равенство Принять За определение Экспоненты А чем Неопределение Смотрите Е в степени А Это Это оператор Каши Вот Такая система Х точка Равно Ах Значит Действующая Из нуля В единицу Чем Неопределение Система Однозначная Оператор Каши У нее Однозначный Возьмем Оператор Это и есть Е в степеня Он Вот это Определение Уже не требует Никакого Ряда Вот И связано С дифференциальными Уравнениями Ну и в данном Случае Даже не очень Понятно Что здесь Первично Что первично Вот этот Объект Или вот этот То ли экспоненты Это и есть Оператор Каши То ли Оператор Каши Это и есть Экспоненты Как помните Известная Значит Проблема Что первично Яйцо Или курица Вот здесь Тот самый Случай Не очень Понятно Что Что важнее Нам найти Найти Экспоненту Через Оператор Каши Или найти Оператор Каши Умея считать Экспоненту В общем Это Раинство Можно использовать Для вычисления Экспоненты И даже На семинарских Занятиях Вы прямо Это и будете Делать И увидите Как это Несложно Делается Итак Мы сейчас Обосновали Определение И даже Обосновали Связь Между Линейной Системой И Экспонентой От оператора Ну кстати Говоря Некоторые Следствия Давайте Получим Вот такое Следствие Смотрите Что Что Вот Е в степени Определитель От Е в степени А Равен Следу Матрице А Оператор А Оператор Тоже имеет След И это Вин вариант От того Какой базис Выберете ВРН И Этот След Значит У Соответствующей Матрицы Он не зависит От базисов Вот Это у вас Должно было Быть в курсе Алдебры Как-то Объяснено Почему Это так Это несложно Делается Но все И определитель Тоже Оператора Это Определитель Соответствующей Матрицы В каком-нибудь Базисе От базиса Не зависит От понятия Вот Определитель Вот этого Оператора След Вот этого Оператора Вот Откуда Это Вытекает Вот Доказательства Смотрите Определитель Оператора Это Определитель Вронского Смотрите Почему Это же Определитель Вот этого Оператора Каши Если его Взять В момент Единицы Значит Получится Обредитель Вронского Вот С такими Параметрами Даже Вот так Вот От единицы Что это Такое Это Есть Определитель Вронского От нуля Ж Умножить Я только Здесь Забыл Е в степени Надо поставить Прошу Прошу Прочания Вот Как начал Доказывать Так Понял Что Очепятка Здесь Возникла Е в степени След Вот Умножить На е в степени Интеграл От следа Матрицы А От тау Д тау Помните Такое Было У нас Здесь От нуля Давайте До единицы Вот Но в данном Случа А тау Это Константа Просто А Вот Поэтому Получается Е в степени Константа Вот это След Оператора А Ну А интеграл От нуля До единицы Это единица Вот Так что Получается Вот то Что надо Вот А определитель Вронского От нуля Равен нулю Почему Потому что В нуле Это все-таки Мы получаем Единичную матрицу Там определитель Вронского Значит Будет равен нулю Вот такая штука Ну то есть На самом деле Еще одно Следствие Еще одно Следствие Что е в степени А Не вырождено Не вырождено Это еще одно Следствие Из Из нашей Теоремы Смотрите Почему Е в степени А Это оператор Каши А оператор Каши Не вырождено Это мы Хорошо знаем Вот То есть Отсюда Вывод Что Про экспонент Мы знаем Уже Тем самым Больше Во-первых Мы умеем Ее определитель Считать Он конечно Не равен нулю Можно И отсюда Заключить Что он Не равен нулю Определитель Значит И оператор Не вырожден А можно Прямо Из самой Теоремы Минуя Это следствие Вот Ну в любом Случа Значит Е в степени А Это оператор Не вырожденный Вот теперь Если мы хотим Найти Вот такой Оператор Для Матрицы Для оператора Б Хотим Подыскать Вот такой Оператор А Чтобы Чтобы Е в степени А Равнялась Б Как будет Назвать Оператор А Знаете Как Да Как назвать Оператор А Если Б Задано Для Оператора Б Это Кто Такой Будет А Логарифм Конечно Вот если бы Мы хотели Найти А Равно Логарифм Б Вот Как бы Его искать Вот Необходимо Чтобы Б Было Обязательно Не вырожденным Правильно Почему Потому что Если Б Вырожденное Смотри Следствия Такого А Нету Видите Да Вот Ну собственно Это Соглашуется Согласуется И с Числовыми Вариантами То есть От нуля Логарифма Нет От Положительного Числа Есть От От Отрицательного Худо Бедно Ну тоже Есть Помните Да Ну там Он будет Комплексный И вообще Если вы помните Комплексный Логарифм Он Многозначный Да Помните Да Такое дело А вы А вы Не изучали Комплексные Логарифмы А вообще От чисел Логарифмы От Отрицательных Умеете Брать Так Ну ладно Я это Учту Вот Ну короче Говоря Он Неоднозначный Потому что Там Потому что Если мы К числу Прибавим Здесь Вот Пик На И умноженное То не Изменится Ничего Восточностью До этого Слагаемого Определяется Логарифм Вот И поэтому Два пика Извините Вот Это означает Что Логарифм Даже в числах Комплексный Он Вообще говоря Определяется Неоднозначно А уж тем более В матрицах Даже в действительных Матрицах Нет Ну да Даже в действительных Матрицах Этот вот Логарифм Может оказаться Неоднозначно Искомый Да То есть Определяемый Неоднозначно Ну вот Это вот Как бы Некое Дальнейшее Так сказать Наше продвижение Возможно Если у нас будет Время Значит В котором Можно было Продвинуться И попытаться Найти логарифм От матрицы Не только Экспоненту А тогда уж Логарифм Наша основная Цель сейчас Увидеть Что Логарифм Существует Только от Невырожденной Матрицы Просто уж Как Хоть комплексный Хоть действительный Какой угодно Но только Она должна быть Невырожденная Потому что Для вырожденной Как вы понимаете Нельзя Невозможно Представление Е в степени А Ну и то хорошо Хоть Хоть как бы Какую-то информацию Мы отсюда получили Можно ли от любого Невырожденного Получить логарифм Это еще Пока мы Не знаем То есть я знаю А вы нет еще Вот Но Неважно Главное Что хоть от Невырожденного Нельзя И то хорошо Мы все это знаем Ну ладно Теперь вот дальше Вы должны знать Что-то про Жорданову форму Знаете Нет Вот Но для того Чтобы это проделать Нам все-таки Нужно вот Некоторую вещь Такую проделать Вот у нас А было Из Такого Пространства Так Оператор Действительно Значный То есть Он Вектор из РН Переводит в РН А вот мы Хотим его Комплексифицировать Я пишу Компле Компле К Си Полностью Пишу Фи Ка Ц Комплификация Такое слово Трудно произносить Даже Что это значит Мы должны Построить Новый оператор Я вот так его Обозначу А Ну ажурное Он соответствует Оператору А И он действует Уже Из ЦН В ЦН Вот ЦН Для этого Надо сначала Вот РН Превратить в ЦН Каким-то Вложить РН в ЦН А потом Определить Доопределить Этот оператор На Вот это самое Комплексное Пространство Вот По идее Это вы должны Уметь делать Умеете ЦН в данном случае Рассматривается Вот так Это Такая Как бы сумма Прямая сумма Вот таких вот Двух пространств Вот таких вот Одно Как бы действительно РН А другое Комплексное И вот прямая сумма То есть берется Любая сумма Один элемент отсюда Другой отсюда Это мало отличается От Декартового произведения Но тут сумма Удобна Из-за того Что там реально Суммирование происходит Вот Ну вот получается так Когда мы Вложим РН вот сюда Само РН Получается так РН Плюс 0 Здесь берется Только 0 На И Тогда вот эти Вот это вот РН Это прообраз При этом отображении Вот От такого множества РН плюс И на 0 Вот А ЦН уже По линейности Определяется Вот оператор Действующий на ЦН СН в ЦН Он по линейности Определяется На сумму Переводит в сумму И дальше все По аналогии Вот Это вы должны уметь делать Но главное Что после этого Да Еще вот что Еще надо тогда И систему Комплексифицировать Вот Мы это сейчас тоже сделаем Значит Вместе с системой Которая здесь написана Можно рассмотреть Такую систему З с точкой Равно А На Z Где Z Уже пробегает ЦН Значит А это Комплексификация Соответствующего Оператора А бывшего Действительного Оператора Мы его Комплексифицировали Вот И теперь Мы можем Рассматривать Комплексные решения То есть решения У которых Вот есть Действительные Мнимые части Очень хорошо Вот И первая лемма Которую Вы должны Откуда-то узнать Ну Скажем От меня Стоит в следующем А вот давайте Сейчас обозначим Вот еще что Здесь вот множество Всех решений Вот этого Этой системы Помните Как обозначали С со значком А Это Значит Вот оно порождается Вот оператором А Видите Да И множество Всех этих самых решений Это С от слова Солюшн Со значком А Что это за множество Что это за Чем оно замечательно Кто-нибудь знает Ну С точки зрения Алгебры Что это такое А Линейное пространство Размерность Н Слава Богу Вы это знаете Изоморф на РН Кстати говоря Вот Хорошо Итак Вот это линейное пространство Размерность Н Очень хорош Действительное Оно Р линейное пространство То есть Над полем Действительных чисел А С ним Можно связать Вот с этим Можно такой объект Связать Смотрите С Вот Вот такое Вот С А ажурное Можно Переименовать его Вот так Наоборот Смотрите Вот С ажурное От А То есть То же самое Это синонимы Значит Почему Как это понимать А вот как Был оператор А Он у нас действительный И по нему Мы построили Пространство решений Комплексность Вот этой системы Но сам оператор А с ажурным Но все равно Определяется Действительным оператором Поэтому А здесь простое и стоит Действительный оператор А вот С ажурное Означает Что мы взяли Комплексное Пространство решений Понятно Да Вот это синоним Так вот Утверждение Леммы Состоит в следующем Что Вот это вот С ажурное От А Оно на самом деле Это есть С просто от А Так И плюс И на С от А Вот видите как И на С от А Ну то есть Реально Реально Оказывается Множество Пространства Решений Вот этого Самого Значит Комплексного Комплексной системы Оно представляется Вот оно Это пространство Это какие-то Комплексные функции Так вот Действительные И мнимые части Этих комплексных функций Это всевозможные Действительные решения Вон той исходной системы Ничего там другого Нету Вот Значит И тогда отсюда Можно это первое А второе Будет вывод такой Что Действительная часть От С ажурного От А Это не что иное Как Просто С А Вот Оно же есть И мнимая часть Мнимая часть С ажурного От А Значит Это что означает Что если мы возьмем Какое-либо Комплексное решение Так И От него возьмем Действительную часть То есть Выкинем Мнимую часть Вообще Вот То получится Снова Решение Оно будет Действительное решение Но вот этой самой Действительной Исходной Действительной системы Это первое Второе Что Все решения Будут образовываться Вот так То есть Какими-то суммами Суммами Вот такими Вот комбинациями Действительных решений Вон того Исходной Системы Вот Что еще Аналогичные И мнимые Тоже Все части Этих Этих Комплексных решений Тоже оказываются Действительными решениями Но доказать Это факт Легче даже Чем Наверное Сформулировать Ну вот смотрите Пусть у нас Есть решение Z И оно Представлено В виде X плюс И Y Вот Это решение Пусть Принадлежит Вот этого множества S А Вот То есть Множество Множество решений Вот этой вот системы Так Вот Что это значит Это означает Здесь я поставлю Начало Доказательства Это означает Следующее Что вот Вся эта штучка X плюс И Y С точечкой Равно А Ажурная На X плюс И Y Вот Вот что это значит Ну вспомним Кто такая Вот эта вот штука Это же есть X с точкой Плюс И на Y С точкой Это вот И свойства Уже Касабы Квалификации А это кто такая Это есть А ажурная На X И плюс И А ажурная На Y Это все из линейности Оператора Пусть он даже комплексный Какой угодно Значит мы получаем Что здесь вот такое Равенство Вот это Равно этому Это одно и то же Что вот Первое утверждение Но когда вот эти вот Штуки равны Когда Когда у них Действительные части равны И когда мнимые части равны Это означает Смотрите Что X с точкой Равно АX Значит А Здесь вот Ажурное Надо убрать Ну впрочем Можно и оставить Это одно и то же Просто это у нас Действительная функция Поэтому На нее Комплексификация Оператора Действует так же Как сам исходный Оператор Поскольку она Сама действительная Получаем АX АY с точкой Равно АY Вот И что же получилось Это означает Равносильно тому Что X и Y Обои Являются Значит Решениями Действительной Самой системы Исходной Вот Что у нас было У нас было Что Z Есть решение А здесь написано Что Его действительно Мнимые части Решения Соответствующей системы Ну это оказывается Эквивалентные понятия Вот Ну то есть Вот пункт первый Тем самым доказан А пункт второй Это просто Это следствие Из пункта первого Вот действительно Часть Вот мнимая часть Вот Ну то есть Вывод такой Возврат назад Вещь довольно простая И она просто Означает Следующее Что мы Мы Можем Перейти в комплексное Пространство Там решить систему А Комплексную Соответственно А потом От нее взять Действительные Мнимые части И мы получим Или просто Действительные части И мы получим Все решения Исходной системы Вот Ничего Такого серьезного Кроме как Взятие Действительной Или мнимой части Нам не предстоит При возврате назад Вот Надо перерыв Наверное сделать Да Вы же устали Уже Давайте Перерыв делаем Напомню Что жорданова Форма оператора Значит Вот у нас Оператор А Был Мы по нему Строим Его комплексификацию Вот И уже У комплексификации Обязательно Есть Жорданова Форма То есть Имеется ввиду Что Что можно Такой базис Выбрать Значит Базис Жорданов Базис ВРН ВЦН Существует Такой Что матрица А Матрица Вот этого Оператора А Она Матрица Матрица Жорданова Жорданова Вот Значит Ну какими свойствами Она обладает Ну вы должны Знать Первое Что Что матрица Это Имеет Клеточно Диагональный Диагональный Вид Клеточно Клеточно Диагонально Это значит Что Она устроена Так сказать Как диагональная Только И стоят Не числа А какие-то клетки Вот Значит Второе Не второе А тут же Значит Вот что такое Клетка Клетка Обозначим ее Жи Со значком Лямбда М Значит Она соответствует Какому-то Собственному Значению Лямбда Каждая клетка Значит Клеточки Диагональны С жордановыми Клетками Соответствующими Соответствующими Давайте так Вот Пункт 2 Лучше Напишем Пункт 2 Значит Если лямбда Собственное Значение Вот Ему соответствует Возможно Не одна Но вот Как минимум Одна Жорданова клетка Значит Она выглядит так Вот Матрица В этой клетке Вот такая 0 Пардон Лямбда Лямбда На диагонали А здесь Единицы И дальше Нули Вот такого Вида Матрица Это Матрица Жордановой клетки Базис В котором Эта Жорданова клетка Записана Тоже Мы обозначим H1 И так далее HM Это соответствующая Группа Так сказать Векторов базиса Вектор базиса В которых Которые Порождают Эту клетку Вектор базиса Вот этого Самого Жорданова базиса Вот Дальше Третье Что Если Взять Какой-то Лямбда Оно имеет Кратность К Кратная То тогда Ему соответствуют Этому Лямбда Клетки Какие-то Ж Лямбда М1 И так далее Ж Лямбда МЛ И вот Сумма Вот этих Размерностей Сумма Размерностей М1 Плюс И так далее МЛ Равно Как раз Кратности Вот этой К Вот То есть Каждой клетке Каждому Значению Собственной Кратности К Соответствуют Какие-то клетки Может одна Клетка Может много Это зависит От самой Жордановой Формы Но сумма Их размерности Это и как раз И есть Кратность Этого самого Значения К Третье Четвертое Свойство Вот такое Что если Лямбда У нас Действительное Число Собственное Значение Лямбда Действительное То тогда Ему соответствует Действительная Жорданова Клетка Вот Жорданова Действительная Жорданова Клетка Действительная Вот Это значит Что Вот эти Лямбда Видите Действительные И базис Соответственно Вот В действительном Базисе В действительном Базисе Вот H1 HM Тот базис В котором Который эту клетку Порождает Он тоже Будет Действительным То есть Берется Из РН Вот И последнее Если есть Комплексное Какое-то Число Альфа Плюс И бета Вот И оно Не принадлежит Р Собственное Значение Да Вот Ему соответствует Какая-то Клетка Ж Лямбда М Вот То тогда Супряженному Числу Будет тоже Соответствовать Определенная Клетка Вот Она будет Так Это будет Ж Лямбда С чертой М Вот такая Клетка Которая 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 На самом деле Будет Просто Комплексно Сопряженной От этой Это Есть Ж Лямбда М Вот Комплексно Сопряженная И базис Который Здесь Будет Ж H1 И так Далее HM Вот Здесь Он будет Получаться Вот базис Сопряжением От От верхней Строки Тут был Базис H1 HM Вот То Для Сопряженной Клетки Базис будет Комплексно Сопряженной Вот Как бы Основные Свойства Которые Вы должны Знать Это Как бы У вас Должно Быть Было Доказано Каким-то Образом И Ну Или Если Доказано По крайней Мере Сформулировано Вот Короче Этим Мы Будем Пользоваться Вот Следующий Момент Как Найти Экспоненту От Жордановой Клетки Значит Не Жордановой Клетки Извините От Матрицы От Матрицы Значит Вот Мы Делаем Следующее Мы Берем Сначала Матрицу А И Переводим Ее К Жордановой Форме Ж Вот Оператор А Вернее Находим Его Жорданову Матрицу Вот Так Лучше Скажем Вот Эту Жордановую Матрицу Она И Порождает Какие-то Клетки Вот Такого Вида Вот Значит Они Все Вместе Дадут Нам Всю Жордановую Форму Дальше Каждой Клетке Мы Построим Е В степени Ж Лямбда М Это Множество Здесь Вот Тоже Будет И Там Было Множество Множество Жордановых Клеток По Ним Восстановим Е В степени Ж Вот А потом По Е В степени Ж Восстановим Е В степени А Вот Примерно Так Вот Для Для Этого Будут Несколько Лем Вот В соответствии С этой Диаграммой Будут Несколько Лем Сейчас Сформулированы И доказаны Такие Которые Позволяют Все Это Реализовать И тем Самым Найти Экспонент Отжар Данной Формы Ну Лемма Первая Лемма Первая Что Если У нас А Это Есть Вот Такая Матрица Клеточно Диагональная Матрица У которой Здесь Нули А на диагонали Стоят клетки Такие А1 А2 И последнее АЛ Вот То тогда Е в степени А Е в степени А Это Есть Такая Матрица Тоже Клеточно Диагональная И просто На диагонали Стоят клетки От этих Экспоненты От этих клеток Е в степени А1 Здесь Е в степени А2 И так далее Е в степени АЛ Эти клетки Не обязательно Одной и той же Размерности Это Никто не сказал Просто Какие получатся Но главное Что по клеточным Можно Можно Брать экспоненту Ну откуда Это вытекает Понятно Откуда Да Не нужно Объяснить Откуда Вытекает Понятно Или нужно Ну я на всякий случай Скажу Вот когда мы брали Ряд Там приходилось Что делать Складывать Такие члены В которых Брались Степени От этой матрицы Как взять степень От этой матрицы Очень просто Надо взять степень От соответствующих клеток Это вы должны Чистый алгебраический факт Вы это должны знать Вот Ну и сложение Этих матриц Тоже так же получается Тоже надо складывать Соответствующие клетки Поэтому все операции Которые делались Над матрицей А Будут делаться Соответственно Над клеточками И значит Там получится Внутри Экспоненты Это понятно Вот То есть Это даже И писать не надо В большинстве случаев Ничего писать не надо Будет Леммы все очевидные Вот Следующий момент Лемма Лемма Такая Это пускай Лемма 1 была Теперь лемма 2 Значит Состоит в следующем Что если А на Б Равно Б А То То Е в степени А Умножить на Е в степени Б Равно Е в степени А плюс Б Смотрите Какое безобразие Мы думали Что это всегда верно А оказывается Вот верно Но при таком-то условии Смотрите Что Вот это условие Означает Что А и Б Коммутируют Да То есть Все равно В каком порядке Их перемножать Результат Будет одинаковый Вот И вот Отсюда следует Тогда Что Вот Произведение Вот этих рядов Дает вот такой ряд Вот Доказательства Тоже писать Ничего не надо Руками поводить И понять Что это так и есть Смотрите Что Значит Давайте напишем Произведение Вот этих рядов Так Как будто А и Б Это числа Так И тогда Конечно Получится ряд Вот для этого Для этой суммы Мы это уже знаем Там придется Манипулировать То есть Собирать в кучке Какие-то слагаемые И Приводить их К виду А плюс Б В степени там нужной В степени К Придется приводить К такому виду И вот Когда мы это будем Приводить Оказывается Мы будем Пользоваться Пользоваться тем Что Что А и Б Коммутируют Вот Если Придется пользоваться Вот Для чисел Мы пользуемся По умолчанию Конечно Произведение Двух чисел Не зависит От порядка А вот Для матриц Это приходится Заранее утверждать То есть Те же выкладки Которые доказывают Вот это равенство Для чисел Подойдут Пройдут И для матриц Если вы Просто Позволите Им Переставлять Порядок В произведении Вот и все Только это Ну Мне не хочется Уж подробно Это все Рассказывать Это значит Я достаточно Сказал уже То есть Выкладки Такие же Как с числами И никаких проблем Нет Потому что Числа можно было Переставлять В произведение А матриц Пока было нельзя Так вот Теперь тоже можно И значит Выкладки будут Те же самые А то что Ряды там сходятся Абсолютно Это мы уже Все доказали Так Следующая Лемма Третье Что Е в степени Жи Лямбда М Давайте умножить На Т Вот такое Безобразие Напишем На Т Это нам понадобится Потом Для Для дальнейшего Вот Итак Смотрите Жи Лямбда М Умножить На Т Вот как выглядит Эта матрица Она оказывается Выглядит Начнется Жардановая клетка Уже Значит Мы уже научились Смотрите Клеточки Поклеточные Уже умеем Ихроненты Брать Хорошо Теперь клетки Это кто Жардановые клетки Вопрос Как от нее От одной А родемой Взять Экспонент Очень просто Надо взять Е в степени Лямбда Т И умножить Вот на такую Матрицу Матрицу Надо просто Запомнить Да Вот Матрица Выглядит Так Значит Сначала На диагонали Стоят Единицы Следующий Диагональ Заполняет Буковки Диагональ Материал Вот 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 Ну то есть Естественно Вот что здесь Получается Здесь Нули Единицы Потом Это как бы То что соответствует Экспоненте От Е в степени Т Просто От Е в степени Т Вот Значит Первый член Ряда Разложения Будет единица Второй Будет Т Следующий Т Пополам И так далее Вот пока Не кончится Матрица Вот Вот Так устроена Экспонент От Жордановой Клетки Сейчас мы Это докажем Докажем Вот Смотрите Доказательства Что такое Ж Лямбда М Т Это Есть Вот что Такое Лямбда Е Уже Единичная Матрица Там был Единичный Оператор Теперь у нас Жордановая Клетка Это Матрица Поэтому Матрица Уже Вот Е в степени Лямбда Е Т И плюс Н Т Догадались Что такое Н Что за Матрица Н Что нужно Прибавить К Единичной Матрице Умноженной На Лямбда Чтобы получить Вот эту Самую Жордановую Клетку Что Надо Прибавить Помните Надо Взять Следующую Строку Которая Стоит Из Единиц Помните Эта матрица И есть Все Нули Кроме Вот этой Следующей Диагональной Косой Диагонали Вот здесь Вот стоят Единицы А все Остальное Нули Это Матрица Н Вы даже Некоторые Свойства Этой Матрицы Н Она Почему Н Н Называется Может Вы знаете Почему Н Я ее Назвал Не я Все Так Н Н От слова Нуль Ниль Патентная Матрица Ниль Это Нуль Патенция Возведения В степень Получается Вверх Поднимание Поднятие Получается Ниль Патентная В некоторой Степени Она дает Ноль Сама Не нулевая Но в определенной Степени Даже можно сказать В какой Вот в степени М Она дает Ноль А другие Степени Что будут давать Значит Н в нулевой Это единичная Матрица Н в первой Это диагональ Следующая Н в квадрате Это следующая Диагональ Н в кубе Следующая И так далее Пока не Выползет наружу В м И так Вот это та самая Ниль Патентная Матрица И вот теперь Мы берем Е в степени Вот Е в степени Вот это самая Лямбда Е на Т Плюс Н Т Вот Замечаем Следующую вещь Что вот эти Две матрицы Коммутируют Ну почему Потому что Это матрица Е умножить на Множитель Да Е вообще с кем угодно Коммутирует Единичная матрица Нет проблем Мы находимся В условии Леммы 2 Значит можно взять Е в степени Лямбда Е Т И на Е в степени Н Т Вот Ну что такое Е в степени Лямбда Т Ну можно догадаться Что это Е в степени Лямбда Т Умножить на Единичную матрицу Но единичную матрицу Я не буду писать Потому что дальше Будет матрица А умножение на Единичную Е не изменит Вот Теперь вот это Что такое А здесь прям По определению Единичная матрица Плюс Н Т Плюс Н Квадрат На Т Квадрат Пополам Плюс И так далее Последнее будет Н в степени М минус 1 На Т в степени М минус 1 Делить на Т На М минус 1 Факториал Во Если присмотреться Внимательно К этому Безобразию То это безобразие Прям в точности Равно Вот этой матрице Которая здесь написана Посмотрите Е в степени Лямбда Т Вот этот множитель Видите Дальше Единичная Вот вам единичная матрица Отрыжка ее Дальше НТ Вот вам Т Стоит на этом диагонали Ну и так далее Все как написано Так и получается Вот Ну вот тем самым Мы научились Сейчас возводить Экспоненту Брать экспоненту От Жордановой клетки Хорошо Научились Ну и последний Момент Такой Как вот От оператора А Перейти к жордановой клетке К жордановой форме Ну вообще-то говоря Это зависит от базиса Я вот этот переход Не буду объяснять Почему Потому что на самом деле У нас был оператор А оператор Это не матрица Это просто оператор Мы наконец хотим Его записать В виде Значит Жордановой форме Как это сделать Ну выберем базис Сразу тот В котором матрица Будет жордановой И поэтому переход К новому базису Нам по существу не нужен Поняли, да Прям выберем Жордановый базис За основной И все Поэтому этот переход Не требует обоснования Впрочем Если у вас была Здесь не оператор А матрица То тогда вам придется Из матрицы Приватить в жордановую Как? Придется какой-то Оператор перехода К новому базису Вот утверждается Лемма-4 бы утверждала Если бы у нас была матрица Что при переходе К новому базису Экспонента Так сказать Ну Надо взять Ну не буду говорить Что? В общем, короче Все естественным образом делается Не буду говорить А то когда начинаешь писать Сразу все становится Непонятно Нужно много слов Произносить Нужно писать Какие-то вещи Непонятные Вот Не буду это делать И так понятно Что у нас не матрица А оператор И мы просто берем Этот оператор В том базисе Которым нам нужно В частности Нас интересует Жорданов базис Вот Ну и теперь Следствие Следствие Такая теорема Смотрите Теорема Для оператора Для матрицы Оператора А Да Вот если оператор А у нас Действительный Да Вот Вот То по нему Мы конечно Строим Строим Комплексную Систему Вот По нему Строим Комплексную Систему Да Комплексный Оператор И соответственно Это будет Комплексная Система Вот И вот У этой комплексной Системы Можно Прям Выписать Все решения Какие Получатся Я их Прям Выпишу Вот Значит И так Комплексные Решения Фундаментальная Система Решений Комплексная Вот Фундаментальная Система Решений Получается Это значит Собрание Собрание Таких Групп Группы Смотрите Как вот Было у нас Как Жорданов Базис Получался Как собрание Вот таких Групп Базис Видите Жорданов Базис Для каждой Клетки Мы берем Тот базис Который Порождает Складываем Все в кучку И получаем Базис Жорданов Для самого Оператора Вот Вот то же самое И здесь Мы каждой клетке Соответствующую Берем Группу Решений И сваливаем Все в кучу И тогда Эта куча И есть Фундаментальная Система Решений Пока Комплексно Сделается Это так Каждой Жордановой Клетки Такой Мы ставим В соответствие Давайте Я все-таки Вот что Сделаю Решений Вот этой Системы Да Т Появилось Вот Значит Множество решений Вот этой Системы Все-таки То есть Экспонент Она связана С этой Системой Вы уже Знаете Как А сейчас Меня интересует Что за решение Будет А вот Каждой Такой же Одновой Клетке Мы ставим Соответственно Такие решения Z1 Это есть H1 Умножить На E в степени Лучше так Наоборот E в степени Лямбда Т На H1 Дальше Z2 Это есть E в степени Лямбда Т Умножить H2 Плюс H1 Умножить На Т Т на H1 Лучше Вот так Вот Это следующее решение Z3 Давайте Напишу Z3 Равно E в степени Лямбда Т Умножить На H3 Плюс Т На H2 Отгадайте Что последнее Будет А? Т квадрат Что? Пополам 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 Важно Я хочу услышать Что вы произнесли Явно Что пополам На H1 Правильно Вы уже Идею Поняли И так далее Пока не Кончится M Когда не Доберемся До M Последнее Это будет ZM Я его Не буду Выписывать Вы уже Идею Поняли Как она Выписывается Ну там Будет Последняя Степень Т в степени Минус 1 Делить На Минус 1 Факториал А схема Такая Живот Вот Это мы Сейчас Получили Общее Комплексное Которое Связано С жорданной Клеткой И потом По каждой клетке Эти фундаментальные Системы Все складываем В кучку И получается Общая Фундаментальная Система Решения Теперь Второй момент А что делать Если у нас Все-таки Мы хотим Не комплексное Решение А именно Действительное Решение Получить Ну напоминаю Что смотрите Если у вас Лямбда Была действительная То Тего трогать Не надо А именно Смотрите Е в степени Лямбда Это действительная Функция Правильно Когда Лямбда Действительная H1 Я напоминаю Это был Действительный Вектор В случае Если Лямбда Действительная H2 И так далее То есть Все эти Функции И так Действительные С ними Проблем Нет Вот А вот Что делать Если Лямбда Была Комплексная Лямбда Комплексная А мы Хотим Действительные Решения Получить Вот Вот С этим И проблема Если Лямбда Равно Альфа Плюс Минус Плюс И бета Да Вот Такое Вот Значит И есть Лямбда С чертой Тоже Которые Альфа Минус И бета И вот Этой Паре Сразу Вот Этой Паре И соответствуют Две клетки Ж Лямбда М И Ж С чертой Лямбда М Вот Напоминаю Такая пара Клеток Сразу И вот Эти клетки Порождаются Базисом Каким H1 Я напоминаю HM И H1 С чертой HM С чертой Все Замечательно Вот Каждая Клетка Порождает Вот Такую Комплексную Систему Вторая Соответственно Супряженную Систему А нас Интересует Какой Действительный Базис Выбрать И этот Действительный Базис Оказывается Надо Выбрать Таким Значит X1 Это Действительная Часть Z1 Y1 Это Есть Мнимая Часть Z1 Дальше X2 Это Действительная Часть Z2 Y2 Это Мнимая Часть Z2 И так Далее Ну пока Не кончится Вот этот Индекс Пока Не доберемся До М Я вот Здесь Напишу Вот Значит Будет Соответственно 2M Решений Все Действительные Потому что Это Действительная Часть Это Мнимая Часть Они Обе Решения Все Они Действительные И главное Что Они Все В кучке Будут снова Образовывать Фундаментальную Систему Решений Но только Уже Теперь Комплексные Решения Те Которые Подзревались На их Комплексность Окажутся Теперь Действительными А те Которые Были Действительные Их Не надо Трогать Они И так Действительные Вот Вот Такой Механизм Образования Фундаментальной Системы Решений Соответственно Комплексной И даже Ее Преобразование В действительную Доказательства Нам Ведь Нужно Что Сделать Смотрите Нам Нужно Вот Соответствующий Значит Вот Е В степени Ж И Т Вот Я Пишу Уже Матрицу Ж Это Жорданова Матрица Она Будет Стоять Из Клеток И Вот Что Там Будет Стоять В Очередном Месте Какие Клетки Будут Я Опишу Диаг От Таких Клеток Клетки Такие Виды Лямбда Там М Вот Такого Вид Вот Такого Вот Виды Что Это Такое Что На Т Что Это Такое Напоминаю Это Есть Е В степени Лямбда Т И Дальше На этот Кусок Увидеть Соответствующее Решение Вот Смотрите Если Вы Помните Это У нас Оператор Каши Правильно Оператор Каши Даже Матрица Каши Потому Что Это В Конкретном Базисе Е В степени А Т Это Оператор Каши Мы Это Доказывали Вот Здесь Недавно Вот В этом Месте Примерно Вот А Тогда Е В степени Жи Т Это Уже Матрица Которая В жордановом Байлесе Но Главное Что Это Фундаментальная Матрица А Раз Фундаментальная Матрица По ее Столбцам Стоят Кто Помните По ее Столбцам У фундаментальной Матрицы Кто Стоит Решение Прямо Стоят Вот Это Фундаментальная Система Решений Вот То Решение Которое Соответствовать Вектору H 1 Что Это За Решение Смотрите Е в степени Лямбда У нас так и написано. Смотрим, второй столбец. Это E в степени лямбда Т умножить на H2, потому что это H2, и плюс Т на H1. Видите, глядя на столбец, мы выписываем соответствующее решение в жордановом базисе. Но только H1 нам не обязательно, это будет тот базис, который типа 1, 0, 0 и так далее. Потому что это был оператор, а это вот базис. Значит, вот здесь написаны просто по столбцам те решения, которые получаются у фундаментальной матрицы. Вот, то есть мы их и выписали. То есть мы сделали просто в строгом соответствии с тем, что по столбцам стоят решения. Вот они здесь и выписаны. Теперь, что касается вот этих вот, второй части. Она доказывается так. Значит, это первое. А второе вот что. Мы хотим получить, у нас были, значит, какие решения? З1 и З1 с чертой, напоминаю. Просто потому что сопряженная клетка даст нам сопряженную функцию. Потому что лямбда будет сопряженной, аж сопряженная, ясно, что это сопряженная функция. Вот. А мы можем эту пару заменить на следующую. Значит, действительная часть З1 и мнимая часть З1. Какой вывод можно сделать? Первое. Это оба действительные решения. Это решение. Почему? А мы доказывали, что действительные мнимые части у решения – это решение. Нам даже достаточно З1 знать. Про З2 не нужно. Про З1 с чертой не нужно. Вот. Итак. Во-первых, мы решения комплексные заменили на какие-то действительные. В таком же количестве. Теперь вопрос. А можно ли эту пару теперь включить вместо той в базис? Конечно, можно. Их линейная оболочка совпадает с линейной оболочкой вот эту. Комплексная линейная оболочка совпадает. Почему? Ну, вот прямо тут написано, как выглядит З1. Это есть Х1, вот это Х1. Х1 плюс И на У1. Значит, З1, видите, это линейная комбинация Х1 и У1. То же самое З1 с чертой. Тоже линейная комбинация Х1 и У1. То есть эти две функции линейно выражаются через эти. Ну, с комплексными коэффициентами. Пока наплевать. Итак, комплексные линейные оболочки у них одинаковые. Хорошо. А теперь мы заменим эту на эту и будем брать не комплексную, а действительную линейную оболочку. И тогда мы получим решение не комплексное, а действительное. То самое решение, которое соответствует исходной системе, где только действительные брались. Вот и все. И так мы проделаем операцию с каждой строкой. З2 и З2 с чертой. И так далее. Мы просто заменили один базис на другой в пространстве решений. Но этот другой хорош тем, что они действительные решения, а линейные оболочки их совпадают. Ну вот. Потом мы забудем про выход в комплексную плоскость, оставим линейное пространство над полем действительных чисел, и тем самым получим фундаментальную систему уже действительных решений. Вот. То есть сейчас мы научились решать линейные системы. Пока метод такой. Метод приведения к жордановой форме. То есть мы ищем жорданную базис, и глядя на этот жорданную базис, выписываем ответ. Нет. Это, конечно, ну не только всю жорданную форму, конечно, надо знать, извините. То есть лямбдочки тоже надо знать соответствующие. Вот. Выписываем ответ. Но, если вы помните, жорданную базис искать трудно, правильно? Вообще жорданную форму у матрицы искать трудно. Вас учили это делать? Искать ее именно. И знаете, что это трудно, правильно? Вот. Наверное, даже не научили. И правильно сделали. Трудно научиться сделать. Вот. Поэтому возникает вопрос. Нет ли какого-то другого способа, минуя вот этот переход к жордановой форме? Ну да, есть, конечно, метод неопределенных коэффициентов. Вот в чем он состоит. Нам придется некоторые объекты ввести, определение. Значит, вот у нас такая функция q от t. Это есть е в степени мю т на многочлен в степени k от t. Это вот многочлен, многочлен. Ну, в обычном смысле. Ну, это зависит от того. Многочлен может быть над полем действительных чисел, а может быть над полем комплексных. Но мы будем различать эти ситуации и даже будем потом помечать это. Итак, значит, вот этот объект называется квазимногочлен. Квазимногочлен. Квази. Ну, квази – это, значит, типа подделка какая-то, да, вот почти. Нечестный, неправильный многочлен. Ну, вот он действительно неправильный. У него множитель, который его портит, да, как бы превращает его в немногочлен. Но ничего, оказывается, эти функции тоже полезны. Итак, есть квазимногочлен. Теперь берем такое множество Q со значком M. Q со значком M. Вот просто. Это есть вот что такое. Это множество, значит, всяких квазимногочленов. Значит, Q – квазимногочлен. Сейчас вот здесь неправильно я сказал. Давайте мы неправильно, немножко малой информации. Мю и M. Вот. Мю и M. И то, и другое. Квазимногочлен, значит, степени меньше, чем M. Заметьте, меньше, обращаю внимание. Не равно M, а меньше M. Видите? И не меньше равно даже, меньше, строго. То есть берутся вот такое множество. Значит, Q, M, M. Мю и M – это множество квазимногочленов с экспонентой E в степени мю, T. Вот там сидит. Именно мю. Вот. И степень его меньше T. Самого многочлена, который множитель там, значит, это степень меньше T. Вот. Еще аналогично. Q ажурное мю и M. Можете сказать, что это такое? Ку ажурное. А, правильно. Вот этот многочлен, который здесь берется, сам многочлен, вот этот вот, над полем комплексных чисел. Тут вот, вот тут над полем действительных чисел, а тут над полем комплексных. Значит, тут берутся всякие многочлены действительные только, а там берутся всякие многочлены комплексные. В частности, конечно, и действительные тоже подойдут. Действительное число – это частный случай комплексного. Итак, вы уже идеологию понимаете. Когда журные добавляем что-то, значит, это переход в комплексный. Я это умышленно преследовал, такое обозначение, чтобы через некоторое время вы уже привыкли и сказали, да, это понятно и так. Итак, нашли такие множество квазимногочленов. Нашли. Дальше. Теперь следующий квазимногочлен – Q с значком альфа плюс-минус и бета М. Значит, Q, заметьте, действительное. Видите, действительное Q. А здесь стоят комплексные числа. Что же это такое? Что за безобразие? Можете догадаться? Наверное, трудно, да? Но я напишу все-таки тогда. Это вот что такое. Значит, мы возьмем комплексные функции, E в степени плюс-минус и бета, как будто здесь стоит, комплексные, и от них будем брать действительные и мнимые части. Понятно, да? То есть это действительно и мнимые части от этих вот. Только мю у нас сразу вместе с альфа плюс и бета будет соответствовать альфа минус и бета. То есть получатся вот такие функции. Сейчас скажу, какие. Сейчас я вам все скажу. Так, это будут E в степени альфа Т умножить на многочлен, скажем, P1 от Т на косинус бета Т и плюс P2 от Т на синус бета Т. Вот такие функции будут возникать, где P2 и P1 это объекты вот такие. Значит, степени P1 и P1 у нас меньше, чем M. Вот, меньше, чем M. Видите, P1 и P2 это какие-то многочлены, у них степени меньше M. Вот, здесь возникают косинусы, бета Т, синусы, ну и экспоненты. Это вот, вот этот E в степени альфа Т и косинус бета Т напоминает нам альфа плюс-минус и бета. И синус тоже самое напоминает. Значит, еще раз повторяю, что на самом деле, на самом деле, чтобы получить вот это множество, надо взять вот это множество для двух сразу параметров, для альфа плюс и бета и для альфа минус и бета. И взять у них всякие действительные там или мнимые части, и получатся все многочлены такого вида. Вот, по крайней мере, не вылезем за пределы, это уж точно их. Вот теперь, какую лемму можно сразу сформулировать? Лемма, вот какая. Что вот эти все пространства, Q, Q просто M, значит, дальше, Q ажурное, M, M, а также Q вот с этими альфа плюс-минус и бета, M. Это все линейные пространства, линейные пространства. И даже размерности их, можно сказать, какие. Вот у этого пространства размерность будет точно не меньше, не больше, чем M. Не больше, чем M. Смотрите, почему? Здесь стоит многочлен степени M, а тут экспонента. Можно базис выбрать. Базис, который будет состоять из M элементов. Даже если этот базис оказался не базис, а он линейно-зависимый, то все равно у этого линейно-зависимого базиса, ну, не больше, чем M элементов. То есть размерность заведомо не больше, чем M. Здесь размерность тоже не больше, чем M, но уже комплексная размерность. Здесь размерность будет не больше, чем 2M, потому что два многочлена берутся, у каждого, значит, свой базис. Вот. Дальше, что еще? Можно какие-то включения сделать. Например, действительная часть от Q ажурного мю, давайте, альфа плюс и бета, M. Вот взяли какое-то комплектное число. От него взяли вот это квазимногочленное степени меньше M. Вот. И от него действительную часть. Она будет содержаться вот в таком множестве. Q альфа плюс-минус и бета на M. Вот. Вот это множество, его действительная часть будет сюда попадать. Но это из формулы Эйлия просто вытекает. Ну, а это сейчас, соответственно, попадает вот во что. пространство Q альфа плюс и бета, M. И плюс, это, то есть ничего больше не будет, чем вот такая штука. Альфа минус и бета, M. Вот. То есть вот эти все функции, они будут все равно попадать вот сюда или сюда, или в их линейные комбинации. Никуда не денешься. Ну, просто косинусы, если вы помните, они раскладываются, помните, была формула, в сумму двух экспонент. Вот я обе здесь и написал. И такая, и такая. Все, что касается плюс и бета экспонента от нее, оно попадет сюда. А то, что касается минус, попадет сюда. Все раскладываются в всякие суммы. То есть вот все вот эти вот свойства, которые здесь написаны, это просто свойства очевидные, и они связаны просто, ну, с формулами Эйлера реально, и больше ничего. Вот. Кроме одного. Сейчас я выпишу все-таки базис в этих пространствах. Базисы. Вот базисы, точнее, пока не базисы, а, возможно, линейно-зависимые функции. Мы пока, как бы, этого не знаем. Пока не знаем, скоро узнаем. Итак, значит, вот базис, который здесь, предположительно, будет такой. Е в степени мю т. Дальше. Е в степени, а, пардон. Е в степени мю т. Да, это скалярные функции, да. Е в степени мю т умножить на, просто на единицу. Хорошо. Дальше. Е в степени мю т умножить на т. Дальше. Последний будет е в степени мю т умножить на т в какой-то степени. В какой? М минус 1. Правильно. Вот этот набор функций, заведомо по нему раскладываются вот эти все квази-многочлены. Поэтому, значит, вот это множество, есть линейная оболочка вот этих функций. И если они линейно-независимые, все замечательно. Тогда это базис просто. И тогда размерность будет точно с тем. Если линейно-зависимые, что вряд ли, вот, то тогда, ну, не больше, чем м. То есть, сом мы можем сказать, что размерность не больше, чем м. Это и достаточно. Значит, теперь для комплексных то же самое. Те же самые функции, только мю теперь комплексные стало. Вот. Здесь тоже базис выписывается, не больше, чем 2м. Давайте выпишем его вот здесь вот. Он будет такой. Е в степени альфа-т на косинус бета-т. Дальше. Е в степени альфа-т, синус бета-т. А потом то же самое будет умножаться на t. Е в степени альфа-т косинус бета-т умножить на t. А тут тоже умножить на t. Ну и так далее. Умножаем до тех пор, пока не возникнет, не появится степень м-1. Вот. Ну давайте, напишу, что так небрежность совсем уже нехорошо допускать. Вот. Здесь получится, ну, 2n функций, да. И все это через них выражается. Вся любая комбинация, которая здесь написана, будет через них выражаться. Значит, размерность этого последнего множества не больше, чем 2м. Вот. Мы просто указали, значит, набор функций из количества 2м, линейная оболочка которых и есть вот этот вот объект. Последнее, что нам осталось на самом деле определить, это вот что. Что такое, давайте, давайте, q вот со звездочками. Какие-то тут стоят значки, значки все равно какие. Вот. То ли такие, то ли такие, там, неважно. Два значка через запятую. Вот степени n. Что это такое? Вот это вот. Степени n. Это на самом деле векторный квазимногочлен. Векторный. Векторный. Квазимногочлен. Чем он замечательен? А просто в некотором базисе, эта векторная функция, у нее все координаты вот такие. Вот такие. q, звездочка, звездочка. Понятно, да? Все координаты такие. Но ясно, что если в некотором базисе они такие, то в любом другом их координаты будут тогда, их линейные комбинации тех, прежних, и все равно такие будут. То есть вывод такой, что векторный квазимногочлен, несмотря на то, что мы говорим, в некотором базисе он выглядит вот так, на самом деле от базиса не зависит это понятие. В любом другом он тоже так же будет выглядеть. Итак, векторный квазимногочлен. Определили. Продолжение следует.